ПОДПИШИСЬ! Ну, 167 пробития, 300 дамага 7 раз в минуту, хорошее круговое бронирование и наличие ОГРОМНЫХ, ПРОСТО ОГРОМНЫХ СИСЕК! Анна Семенович, когда увидела КВ-5, хотела повеситься, но доктор остановил её, сказал, что сделает ей ещё 15 пластических операций, вот, и таким образом спас ей жизнь. Конечно, вы скажете, Дрю, зачем ты шутишь просить КВ-5, ведь это так заезжено, ну как можно про это не пошутить, особенно когда на борту этого замечательного танка написано, что просто порвёт, зарусь, зарусь, как говорится, в школе взорвусь. А, наш главный герой, у него ник Люсю Фир, что означает, что он очень боится некую Люсю, играет он взводом с першингом, и с ещё одним парнем, который, несмотря на то, что я только объявлял, скажем так, исходные позиции, уже успел слиться. Вот. Опять же, странно, человек использует не количество ХП, а процент здоровья. На самом деле, это не самое верное решение, почему? Потому что у одного танка 100% это 3000 ХП, а у другого танка это 800 ХП. Ну что ж, карта у нас Южный берег, эта карта напоминает мне почему-то о фильме Бриллиантовая рука. Именно на такой карте, рядом с берегом, с Андреем Мироновым сняли штанишки, вот, Панин снял с него штанишки, и вот так вот получилось. Смешно, забавно и по-русски комедийно. Вот, а с КВ-5 сняли не штанишки, а лифчик. Ну, да, извините, ладно, я обещаю, я больше не буду шутить про Сичку, честно, вот правда. Ну, ладно, КВ обманываю, конечно, буду. В это время, как вы видите, команда оппонентов нашего Люси Боязненного КВ-5 сливается. Вот, но одновременно сливается команда его союзников. А всё почему? Всё потому, что парни считают, что Алини Мир выиграет за них. Они увидели 95-процентный шанс на победу и, как бы, говорят нам, О, Алини Мир 95 показал, значит, мы жёсткие типы нагнём всех сейчас, сейчас уберём, снесём. В принципе, Алини Мир за нас победил уже, можно сливаться. Вот, таким образом они обычно отсасывают, как вы видите, счёт уже 0-5. Вектор Соса направлен в сторону команды Люсифира, однако он попытается сейчас это исправить. И начнёт он с вот этого вот преминого ублюдка. Нальвен, вот, который купил уже камуфляж, однако играть он не купил. Он стреляет ему прямо в башню, критует ему некоторых членов экипажа. Возможно, он даже оторвал мужичок этому игроку. И оставляет 1% здоровья, чего бы лично у меня бомбануло слегка. Ну, КВ-5 быстро перезаряжается и заканчивает эту потрясающую дуэль с кормой льва. Русский богатырь обнаруживает СА-6. И СА-6 уже не так просто пробить в лоб, придётся постараться. Тем более, что у РУССКОГО БОГАТЫРЯ нет УВНа. Вот, да хотя у СА-6 тоже нет УВНа. Как видите, русский богатырь совершенно не использует голду, ну, на данный момент. Вот, он полагается, в основном, на броню своего танка. И вполне это обосновано, потому что круговое бронирование потрясающе. И начинает настреливать в лючок. Как мы видим, Люсифир собирается получить медаль «Стальной дуршлаг». Вот, в него опидорит уже несколько танков противника. Всё это совершенно безуспешно, ХП у него не отнимается. При этом С-6 совершенно не пытается закрутить РУССКОГО БОГАТЕРЯ. Вот, и даже не пытается стрелять ему в так называемую эрогенную зону. Вот. Просто пытается пробить его в корпус. Продолжает получать непробитие наш главный герой. И мстит он за эти непробития хорошим дамагом по противнику. И своего мощного, скорострельного, ДПМного орудия. Вот. До сих пор никто его не пробивает. Конечно, дамаг они наносят. Вот. Один выстрел из десяти. Что самое странное, не пробивает его и Т-28 прототип. Возможно, у прототипа стоковое орудие. Хотя, для прототипа КВ-5 должен быть просто семками. А возможно, прототип просто... Ну, как вам сказать? Я вам намекну. Значит, они любят сбиваться в большие стада. Вот. Они очень любят ягель. И еще они делают вот так. В период спаривания. Угадали? Кто это? Кто? Конечно же, это Лемминги. Это Лемминги, дорогие мои. И Лемминг на Т-28 прототип уничтожен. А... Люсифир забывает про третьего противника. Вот. Это, однако, ничего не меняет. Потому что он его не может пробить. Вот. И якобы за четыре улетает в ангар. Это даже смешно, на самом деле. Все дело в том, что... Они даже не пытались его закрутить, наказать. В это время в чате отделяется первая ступень ракеты-носителя. 95%! Как тут победы, если осли играют, братуха, лапшпи? Ух! И после этой фразы Дахмир, 95, пошел нагибать Казу. А вот тут будет дуэль двух бронесартаканов. КВ-5 против Суперперсика. Давайте на это посмотрим. Это должно быть впечатляющим. Суперперсик с ником Фена1980. Ну, просто... Парень хочет выглядеть взрослее, вы же понимаете. Не может никак выцелить... Чисюлю КВ-5. Блин, я все-таки употребил слово. Ну, я не могу, ну, не могу. Ну, это так именно называется. И все-таки выцеливает это место. И... Что странно, заметьте. У КВ-5 до сих пор живой радист. Обычно радист на КВ-5 страдает настолько, что... Примерно через 100 боев прям видно, насколько он встает по опыту от других членов экипажа. Ну вот. С другой стороны, очень часто радистов кладут в медгоспиталь. Ну, посмотрите, как суперперсик княж накрутит своими ушками, какой он милый. Так вот, их часто кладут в медгоспиталь, а в госпитале они могут трахать красивых медсестер. Поэтому, несмотря на отсутствие боевого опыта, у них появляется очень широкий опыт сексуальный. В это время наш КВ-5 добивает еще и Кромвеля, делая тем самым… тут водует дата большого Богатыря.. Нашего ильи Муромса его совзводных Счет 13-11 всего лишь 9 фраг сделал взвода ван и как показывает закон Гибельбейтов Сосова Этого вполне должно быть достаточно для победы в рандомном бою А когда в данном случае закон гибельбейтового СОСа перебивается законом Коли Спица 2, который гласит, что если команда увидела на оленемере 95 процентов, она увеличивает модуль вектора СОСа примерно в 5 раз. Наблюдаем мы, как наш КВ-5 продвигается к базе и сейчас будет защищать ее от очень странного тигра. Почему я назвал этого тигра странным, сейчас вы поймете. На нем скорее всего даже не олень, скорее всего компьютерная программа, причем крайне тупая компьютерная программа. Возможно это искусственный интеллект, например из Call of Duty 4, каких-то вот таких ботов, которые стоят только и стреляют с криками ПОНОС! В принципе, ребята, вы что не знаете, что значит понос? Понос это по-арабски снайпер, пора бы уже это выучить. Выбирает более легкую цель КВ-5, хотя мог бы, конечно, и тигельку вставить. При этом он отвлекает тигра, мэйд подкатывается с другой стороны, они зажимают в ловушку, у Димона до сих пор взрывается, Димон уже на криптоне приблизительно. Посмотрите, что делает тигр, ну посмотрите на этого человека. Он так выставил свой долг, как будто он уже на параде в честь победы Третьего Рейха. Вот, он не знает, куда стрелять КВ-5 и поэтому он просто говорит, ну нахуй, никуда не буду стрелять, просто отвернусь. Типа, детская игра, если я не вижу тебя, то ты не видишь меня. КВ-5 продолжает настреливать тигру в лючок, в это время Пиршинг пытается дососать КВ-3, ему это удается. Вставляет еще раз наш КВ-5 замечательно тигрику и вполне, вполне логично и предсказуемо, что такой придурок, как этот тигр, сливается. Ну что ж, бой закончен. Что мы видели? Мы видели медали Старный Дуршлаг, медаль подсос, извините, Войн и замечательные 7000 дамага, а также мастера на КВ-5. Всем спасибо, с вами был Гройт и Харлион, присылайте свои реплеи. Все подробности о том, как это делать в описании. Спасибо, до новых встреч.